МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях минувшей недели. 13 лет на четверых в Омске осудили обвиняемых по делу о падении башенного крана на улице Жукова. Родственники погибших приговором недовольны. Все равно его не брошу. Почему жители поселка Затон не спешат покидать затопленное жилье? И почему их обвиняют в желании заработать на паланке? Сами себе хозяева, а управляющие компании отказываются от десятков домов в Омске. Что теперь делать жильцам? К лету готовьсь. Какие очки и солнцезащитный крем не навредят организму? Какие купальники в моде? И сколько стоит отдых на пляже? Вырванные с корнем деревья, заваленные рекламные щиты, сорванные кровли домов и раздавленные автомобили. В ночь на вторник Омск накрыл ураганный ветер, а уже весь следующий день в городе ликвидировали его последствия. Практически в каждом округе города упавшими деревьями придавил автомобили. Всего повреждено 16 машин. Не обошлось и без пострадавших. Так на улице Стальского рухнувшее дерево задело 9-летнего мальчика. У него ушиб головы и растяжение связок шеи. С природными катаклизмами столкнулись и жители поселка Затон в Черлакском районе. Из-за паводка затопленными оказались десятки приусадебных участков и жилых домов. Глава МЧС России Пучков ввел в Омской области режим чрезвычайной ситуации, а региональные спасатели заявили о необходимости расселить весь поселок. 16 человек уже сами переехали к родственникам, большинство уезжать отказалось, оставшись в своих подтопленных домах. Что мешает местным жителям покинуть поселок, который топит практически каждый год, разбирался Александр Руяткин. Сейчас почти весь поселок Затон ушел под воду. На небольших островках местные жители спасают бытовую технику и автомобили. Топить район начало две недели назад. Сразу же развернули оперативный штаб и палаточный лагерь спасателей. Максимальный подъем Иртыша в этом году составил 6 метров 37 сантиметров. Сейчас он постепенно опускается. Это можно видеть вот по забору на домах. Сантиметров 20 примерно вода уже отступила. На месте здесь работают спасатели. В эти дома, кстати, люди пока еще не вернулись. Они находятся без света. В общем, в таких условиях пока люди вынуждены жить. Этой весной 19 из 75 жителей Затона сами переехали к родственникам, желающих перебраться в пункт временного размещения не нашлось. Паромные сообщения не прерывали. Судно курсирует каждые два часа. Людей возят бесплатно, а вот за перевозку автомобиля придется заплатить около 400 рублей. Практически у каждого в поселке есть лодки. На них люди плавают даже в магазин за хлебом. Ну и как с запасами? То есть хлеб, вода, я не знаю, что чаще всего берут? Ну так же все берут, все, что надо. И мясное, и мясные продукты, и молочные, и хлеб. У нас все есть в магазине, мы все доставляем. Люди без этого не сидят. То есть на ценник никто не жалуется, все нормально? А мы цены не поднимаем, даже хотя такая ситуация. Как есть цены, так и есть. Сейчас подтопленными остаются два десятка домов и полсотни приусадебных участков. Спасатели два раза в день обходят домовладение. Жителям оказывают необходимую помощь, правда, есть и недовольные. Вот, я так понимаю, вы вот эти же продукты, которые там у вас запас есть, употребляете, и такую же воду, как местные жители пьете? Да, ту же воду. Они жалуются, что им не нравится? Ну, они жалуются, им привозят очищенную воду. Она хлорированная, конечно. Естественно, им это не нравится, что она украшает, там, творчество. Дети их дружные, смеси разводят, там, чистой водой. Они ездят сами покупать ботилированную воду в Чурвачку. Большинство местных жителей и рады бы уехать отсюда навсегда, но просто не могут. Каждый год вот так вот летом, да? Нет. Ну, с 2001 года. Было какой-то перерыв и опять. А до этого не топило нас. А переезжать не думали в Чарлак тот же самый? Ну, если нас переселят, мы с прибольшим удовольствием. Но у нас денег нету, за какие мы средства переедем. Мы бы с удовольствием. А от администрации предложений по переезду не было, да, никаких? Пока еще нет. А вы сами как-то обращались к просьбе там переселить? Ой, мы куда только не писали. До Москвы уже писали. От постоянных подтоплений гниют стены деревянных зданий, проваливаются фундаменты. Треть домов уже включили в программу по расселению из аварийного жилья. Но это не решает проблему. Резервного жилищного фонда у районных властей нет. В 2016 году было проведено обследование границ подтопления. Выделялись денежные средства на это. То есть установлены границы подтопления жилносива Затон. Эти документы с границами подтопления, они внесены в Росреестр. Дальше больше я ничего не могу пояснить. Видите, работа такая была проведена, а дальше уже как это будет двигаться? Ну, это, понимаете, не муниципальный уровень. Местные жители понимают, перспектив у поселка нет. Недвижимость продать нереально. Да и предложений нет. Ежегодно подтопляемые участки никому не интересны. Купить жилье в районном центре Затонцам не по карману. Большинство из них безработные или пенсионеры. Пока жители Затона могут рассчитывать лишь на денежную компенсацию в несколько тысяч рублей. Некоторые используют ее как возможность заработать. В домах хозяева появляются лишь во время наводнения, а получив деньги, вновь исчезают. Александр Уяткин, Павел Ходынский. Омск. Здесь. На минувшую неделю огласили приговор обвиняемым по делу о падении башенного крана на улице Жуково. Осенью 2015 года многотонная конструкция раздавила проезжавшие мимо автомобили. Четыре человека погибли. Следствие шло почти два года, и за это время обвиняемые пытались всячески уйти от ответственности. Не получилось. Так, учредителя ООО групп компании «Жилстрой Just Fit Life» Виктора Полукарова приговорили к четырем годам лишения свободы. Генерального директора этой компании Константина Семенова и начальника строительного участка Сергея Масленкина отправили за решетку на три с половиной года. Единственный, кто признал свою вину, крановщик Федор Елькин проведет в тюрьме два года. Его также на три года лишили права заниматься строительно-монтажными работами. Все они будут отбывать наказание в колонии-поселении. В ходе следствия судебного заседания указанные лица вину не признавали. Единственный, кто признал вину, это Елькин. Остальные лица пытались переложить ответственность, перекладывая ее друг к другу, указывая, что они пытались смягчить таким образом свою участь и переложить ответственность на другое лицо. Впрочем, родственники погибших не считают приговор справедливым. Ольга Богданова, потерявшая сына, сноху и внука, уверена, наказание должно быть более суровым и к ответу нужно привлечь всех виновных. Мы считаем, что да, и не только они виновны, они виновны, их вина, естественно, как бы есть в этом деле. Это однозначно, потому что это началось не за день до трагедии, это началось гораздо раньше. Ну, а в день трагедии были еще лица, которые тоже должны отвечать за это. Но наказание, мы считаем, должно быть однозначно и должно быть достаточно жестким. Потому что трагедия произошла только по халатности ответственных лиц. К другим темам. Новосибирские власти хотят продать Омской мэрии модернизированный трамвай по 18 миллионов рублей за штуку. Сумма внушительная, но для сравнения. Новый вагон стоит около 25 миллионов. Образец с трамваями, чем показали в среду на форуме выставки «Транспорт Сибири». Кузов из Белоруссии, а вот все, что внутри, сделано в Новосибирске. Модернизированные вагоны наши соседи готовы поставлять и в другие города. Но в Омске, оказывается, могут и сами привести старую технику в порядок. Причем стоить это будет дешевле. Один вагон обойдется примерно в 14 миллионов рублей. Правда, если чиновники одобрят масштабную модернизацию парка к соседям, за помощью все же можно будет обратиться. Если будет поставлена задача по обновлению подвижного состава, там десятки единиц и так далее, естественно, Омск не справится с этой задачей. Поэтому, как альтернатива, конечно, рассматриваем такую возможность. Ну, на новые денег, конечно, все-таки больше, но здесь все зависит от желания города, желания муниципалитета. То ли иметь новый подвижной состав, уже более комфортный, более приспособленный к современным условиям. То ли модернизировать старый, но за меньшую стоимость. Поэтому надо смотреть, обосновывать и принимать решения. Добавлю, что подвижной состав омских трамваев изношен более чем на 95% и давно требует обновления. После рекламы расскажем, как омские заключенные прославились на всю страну. Все в рамках закона. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это Омск здесь. Двигаемся дальше. Омские заключенные обеспечивают туристической мебелью почти три четверти страны. Стулья, раскладушки, спальные мешки и даже бани, сделанные в исправительной колонии номер 6, составляют 70% объема оборота такой продукции на рынке России. А производство большим не назовешь. Четыре цеха и 50 человек. Все прошли специальное обучение. Готовые изделия продают практически во всех магазинах товаров для отдыха, туризма, рыбалки и охоты в Омске и соседних регионах. Чистая прибыль достигает полумиллиона рублей в год. Омские управляющие компании массово отказываются от обслуживания домов. Сегодня таких брошенных многоэтажек уже 250. Для коммунальщиков вложения в ремонт оказываются несоизмеримо большими, чем будущая прибыль. Что теперь делать жильцам, выясняла Юлия Боброва. Жители 42-го дома по улице Магистральной плохой погоде радуются. Хотя бы временно не будет зловонного запаха от этой свалки. Над кучей мусора кружили мухи, в ней же плодились крысы. Управляющая компания ЖКХ-сервис расторгла договор с жильцами. Коммунальщики оставили людям один мусорный контейнер, остальные увезли. Все произошло сразу после того, как жильцам заявили, что дом признали аварийным. Наши аварийные дома обслуживать у них нет возможностей. Они от нас просят, чтобы мы провели капитальный ремонт всех сооружений. В ЖКХ-сервис заявили, компания перестала обслуживать 60 домов. Большинство из них, как уверяют коммунальщики, должники. А значит, все законно. Старый ЖКХ-сервис банкруется, это не секрет. Это не секрет. У нас открыты три новые управляющие компании. Будем прямо говорить, рентабельно неинтересные дома. При структуре тарифа 15 или 16 рублей у них там, сбор по начислению в месяц получается 12 тысяч с небольшим. А дебюторская задолженность на доме, на 42-м во всяком случае, составляет 100 тысяч рублей. Брошенных домов в Омске 250. Большинство вот такие, малые этажности. Большого дохода управляющей компании они не принесут, особенно если дом старый и есть неплательщики. В этом доме нет даже домофона. Зайти может любой. На стенах следы народного творчества, на полу окурки и грязь. Управляющая компания бросила дом три года назад. Он проблемный, старый и валится. Это раз. А второе, объясняю тем, что никто не плодит. В таком случае людям нужно решить, как управлять домом. Если в нем до 30 квартир, можно заняться самостоятельным управлением. Если больше, создать ТСЖ. Также можно найти управляющую компанию. Но если жители не примут решение, дом выставят на аукцион среди коммунальщиков. Результат предсказуем. Управляющим компаниям содержать такое жилье невыгодно. К примеру, с девятиэтажной новостройки собирают около 200 тысяч рублей в месяц. Чистая прибыль всего 10%. С маленького двухэтажного дома доход не превысит 10 тысяч. Прибыль все та же, 10%. И это при условии, что платят все. А если дом старый, дохода не будет вообще. Одни жалобы. Любая жалоба – это проверка Государственной жилищной инспекции, либо другой надзорной организации. Есть дома, где они брошены по другим основаниям. Люди бы готовы были платить, но не берут, потому что боятся ответственности. Например, за лифт, который в аварийном состоянии. Если жалобы предписаний по домам много, управляющая компания лишается лицензии, поясняют эксперты ОНФ. Ранее предлагали датировать старые дома или создать муниципальную управляющую компанию. Но в городском бюджете не хватило денег. Брошенный дом и аварийный дом – это синонимы. Чтобы решить проблему брошенных домов, не нужно смотреть, как бы их дальше обслуживать. Правильнее было бы, как их дальше сделать так, чтобы в этих домах граждане не проживали по причине предоставления других жилых помещений. Потому что, как автолюбители скажу, вкладываться в машину, которая через день ломается, бессмысленно. Некоторые дома разрушаются с каждым днем, как, например, пятиэтажка на улице «50 лет профсоюзов». С ее жителями также расторгла договор управляющая компания. 11 мая здесь рухнула кирпичная кладка. Спустя две недели дом продолжает разрушаться, но аварийным здание до сих пор не признают. Юлия Боброва, Евгений Слепов, Сергей Степанишин, Алексей Попов. Омзг здесь. Одна из самых обсуждаемых сейчас тем – ремонт дорог. Список их опубликован, но еще памятные результаты прошлогодней кампании. Это я о многочисленных нарушениях и переделках. Изменится ли ситуация с приходом в отраслевое министерство нового руководителя, что будет с незавершенными к 300-летию объектами? Вопросов немало, и ответы мы получили первыми от недавно назначенного министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимира Стрельцова. Владимир Александрович, ну вот Ленинский округ не самое легкое место для работы, как, впрочем, и Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. Вам просто так везет? Или вам специально предлагают работу в таких трудных сферах? Или, может быть, вы сами не ищете легких путей? Я не скрываю. Первые два дня хотелось просто встать за стола, пока еще не сдал удостоверение, вернуться на свое место в Ленинский округ. Ну, сейчас на самом деле мне становится все интереснее и интереснее. И есть моменты, которые действительно... Ну, я понимаю, что это сложность определенная, но, тем не менее, я очень азартный человек в этой части. Мне сейчас хочется... Действительно, я загорелся, мне хочется... Вот сегодня после объезда строек, я понимаю, что такие грандиозные вещи делаются на самом деле. Хоть и мы говорим, там плохо, там плохо. Это было предложение, от которого нельзя было отказаться? Можно было отказаться. Можно было отказаться. Ну, мне сложно судить, понял или нет, но... Просто я, скажу так, я почувствовал, что в моих услугах заинтересованы. Заинтересованы. Поэтому, если бы я почувствовал, что просто на какое-то время занять, я нет. Я бы не согласился никогда. За последнее время в министерстве несколько руководителей сменилось. Не обошлось без скандалов, даже без уголовных дел. Это работа такая сложная. Работа ничем, она не сложнее, чем у других людей. Поэтому, мое мнение, это человеческий фактор. Просто-напросто. Понимаете, я умею жить на зарплату. Вопрос с ремонтом городских дорог, ну, и по ряду объективных причин, благодаря вниманию СМИ, наверное, стал одним из самых острых, горячих в сфере компетенции вашего министерства. Как с этим будете бороться? Как остроту снимать? Просто все скидывать на то, что погодные условия, какие-то еще вещи, да. Я думаю, и в дороге то же самое вмешался человеческий фактор. Я не скрываю о том, что содержание наших дорог желает лучшего. Помимо того, что их нужно ремонтировать, да, нужно еще и содержать. А вот этот фактор очень сильно повлиял, особенно последних 3-4 года. Сколько, на ваш взгляд, времени нужно, чтобы эту дорожную проблему закрыть? Ну, хотя бы в городе. Если такими темпами, вот как сейчас поступление средств финансовых, да, ну, лет 10. Тонно следствия, которое вам досталось, назову это так, вот объекты незавершенные, которых все следует, типа ликлиника на левом берегу, галерка, театр. Например, вот Саламандра та же, да, о которой много было уже сказано. Что ждет их? Какое будущее? Я сторонник того, что люди должны за свои поступки отвечать. Та же поликлиника, она до сих пор не функционирует по причине того, что там сработали не очень хорошо государственные структуры. Вот сегодня я буквально объезд по этим объектам проводил. Но перспектива неплохая. Я считаю, что мы и галерку, и поликлинику. Поликлинику, наверное, нет. Поликлинику все-таки, я думаю, что это 18-19 год, потому что там дополнительно порядка 260 миллионов еще нужно. А вот детские вот эти все вещи, ну, сдадим осенью. Лично у меня возникает впечатление, что вы как будто, ну, вот знаете, вот не из этой чиновничьей системы человек. Как вы будете в ней приниматься? Я никогда не прощу человека, который вот такие вещи допускает. На самом деле, я не хвастаюсь. Я все-таки поработал даже в Ленинской администрации 9 с лишним лет, да? У меня коллектив на эти вещи очень был заточен четко. Они это прекрасно понимали и знали. Поэтому я не люблю вот эти пустые совещания какие-то. Я не люблю просто их. Я не люблю какую-то чопорность в этой части. Там записываться, не записываться. Ешь, видишь, открытый кабинет, зашел, и все. Специалисты, заместитель или кто-то, кто-либо еще. Ну, я не знаю, если ты пришел работать, но не устраивать зарплату, еще другое место. Спасибо большое, что нашли время, что ответили на вопросы. После рекламы расскажем, какие солнцезащитные очки опасны для здоровья и какие купальники в моде в этом пляжном сезоне. Оставайтесь на продвижении. Субтитры сделал DimaTorzok H-P-I-P Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Это Омск. Здесь мы продолжаем. До этой недели для тысяч омских школьников прозвенел последний звонок. Торжественные линейки и концерты прошли в гимназиях, лицеях, школах. Выпускниками стали 4700 человек. Уже в понедельник, 29 мая, большинство из них начнут сдавать единый госэкзамен. И следует постараться, ведь многие омские вузы поднимут плату за обучение. Некоторые сразу на 20%. Если сравнивать, то, к примеру, на коммерческих местах в томских университетах и институтах обучение подорожает на 30-50%. Пограничники на этой неделе отмечают профессиональный праздник. 99 лет со дня образования пограничной службы России. Граница с республикой Казахстан проходит по территории 9 районов Омской области и превышает 1000 километров. Мой коллега Дмитрий Куканес побывал на одной из застав и выяснил, что пытаются перевести современные контрабандисты. После этой команды у бойцов есть меньше минуты, чтобы вооружиться и покинуть заставу. На внедорожнике пограничники отправляются к предполагаемому месту перехода границы. Пёстерри практически сразу берет след. Тревога учебная группа реагирования Роскополянской заставы отрабатывает тактику во время полевого задержания. Проводятся тренировки, где конкретно непосредственно ставятся задачи для каждого сотрудника с целью систематизации, отработки навыков, практических умений личного состава при задержании реального нарушителя государственной границы Российской Федерации. Границу охраняют круглосуточно 7 дней в неделю, ведь у нарушителей выходных не бывает. Зона действия Роскополянской заставы около 300 километров. Немалую часть из них пограничные дозоры обходят пешком. Места, откуда пограничники ведут наблюдения, строго засекречены и постоянно меняются. Обычно гражданских с собой не берут. Исключение делают только для членов добровольной народной дружины. Нас же попросили не снимать ничего, что может демаскировать точки заложения патрулей. Так называют дозорные пункты. А заодно пограничники попросили и сменить одежду. Чтобы уже точно ничем себя не выдать. На открытых пространствах наблюдения ведут уже не из укрытия, а свыше к высотой из пятиэтажный дом. Мощная армейская оптика помогает разглядеть любые передвижения на рубеже. И даже вглубь на несколько километров. Угрозы, которые у нас сейчас имеются на государственной границе, это попытки отдельных лиц, которые занимаются незаконной миграцией, в основном граждан Центрально-Азиатского региона, по транспортировке и перемещению лиц, которым въезд на территории системы закрыт. Нарушители границ в основном наркокурьеры и контрабандисты. Последние пытаются перевезти алкоголь и сигареты, но все чаще грузом становятся редкие виды диких животных. Так, недавно сотрудники пограничного управления пресекли переправку за рубеж, трех кречетов и одного сокола-балабана. Все птицы занесены в Красную книгу. Контрабандист прятал их в акустическую колонку автомобиля. В тайниках машин прячут и оружие. Ежегодно пограничники изымают десятки стволов и сотни боеприпасов к ним. Пытаются ввести на территорию России и запрещенную экстремистскую литературу. С терроризмом борются уже вместе с казахстанскими коллегами. Дмитрий Куканас, Яртак Мурадян, Омск, здесь. И в завершении о погоде. На следующей неделе наступает календарное лето. И хотя пока чувствуется это не очень, синоптики обещают, жарко будет. А значит, нужны солнцезащитные очки, крем для загара, кому-то новый купальник. И знать бы еще, где небезопасно купаться. Ольга Качкурова выяснила, какие очки защищает солнце, точно не испортят зрение, как не переплатить за крем и что модно носить в этом сезоне на пляже. Море, отпуск и белоснежные пляжи. Или Иртыши, дача и Омск. Морским летом может и не быть, но безопасным быть обязана, уверяют врачи. Для этого в первую очередь нужны солнечные очки. Огромные в пол лица. Новинка этого летнего сезона. По-прежнему модные кошки. Или с круглыми стеклами, как у кота Базилио. Офтальмологи говорят, при выборе солнечных очков главное не форма, а содержание. А вернее, качество уфофильтров. Если фильтров в очках с затемненными стеклами нет, можно легко сжечь сетчатку глаза. Вас ждет покраснение, резь в глазах, слезы. Расширяется зрачок, устраняется необходимость прищуриваться. Таким образом, глаз лишается естественных методов защиты от ультрафиолета. И ваш глаз попадает вредных лучей на порядок больше, если бы вы были совершенно без очков. Поэтому покупать очки на уличных развалах не стоит. Лучше зайти в салон оптики. Причем с детьми. Им солнечные очки нужнее, чем взрослым. У малышей более широкие зрачки. Да и на улице они проводят больше времени. Защищаться от солнца советуют и дерматологи. При этом крема с фильтром СПФ недостаточно. Лучи спектра А очень коварные. И эффект их, он продленный и накопительный. То есть, если ожог на коже, вызванный лучами спектра Б, мы видим непосредственно через 10-30 минут, находясь без защиты на коже, уже видим этот эффект. То эффект от воздействия лучей спектра мы увидим в конце сезона. В недорогом магазине такого крема мы не нашли. Идти за ним придется в аптеку. Там цены на солнцезащитную косметику начинаются от 1000 рублей. Для светлокожих и светловолосых людей покупать крема фактором ниже 40 – бесполезная трата. Пляжная мода в этом году противоречит тенденциям прошлых лет. Модельеры женщинам советуют быть скромнее, а мужчинам, напротив, раздеваться. Возвращаемся к ретро. Ретро у нас представлено в виде высокой талии, которая у нас сопровождается как лаконичными моделями, так и с различными вставками и декором. Шорты, скажем так, такого семейного типа у нас отходят в прошлое. Они у нас все сокращаются, потому что мужчины у нас тоже занимаются спортом, им хочется показывать свое тело. Этим летом в моде будет красный цвет, как у спасателей Малибу. Впрочем, в омских магазинах красных бикини и плавок немного, а за новинками стилисты отправляют в интернет-магазины. В модном красном наслаждаться сибирским летом в Омске можно на пяти муниципальных пляжах. Но купание в РТШ официально запрещено, вода слишком грязная. Альтернативой могут быть платные пляжи – шезлонгам, зонтикам и бассейнам. И тут выбирать не приходится, такое место в Омске одно – пляж центральный. Вход – 960 рублей. Мы сдаем анализ ФСС, а потом разрешение на пользование бассейнами нам дает Роспотребнадзор. Если почти 1000 рублей за день на пляже в Омске не по карману, остается еще один вариант – дача. Здесь за модными тенденциями не следят, а из средств защиты понадобятся еще и репелленты. Ольга Качкурова, Евгений Слепов, Константин Демиденко. Омск здесь. Приятного отдыха и хорошего лета. Это была программа «Омск здесь». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова